несколько слов о том кем я являюсь и что я пытаюсь сказать и так далее хочется вспомнить хочется вспомнить времена когда появилась первая подзорная труба и когда появилась первая подзорная труба то ее никто не воспринимал всерьез были такие времена когда считали люди что земля центр вселенной вокруг нее крутится или кружится солнце сейчас считается все по-другому считалось что единственная доктрина которую может изучать человек это христианская доктрина там в христианском мире или доктрина ислама в исламском мире другого не может существовать я хочу сказать о том что эволюция начала расставлять все на свои места но если бы мы сейчас вернулись в 15 или 14 век и сказали бы как ясновидящие о том что придет время и две дырочки стены будут крутить пропеллер или заряжать автомобиль или будут ездить на повозках у которых нет лошадей то скорее всего нам бы сказали что мы не в себе поэтому не торопитесь делать выводы когда вы сталкиваетесь с чем-то незнакомым вероятно я являюсь тем человеком который говорит о том что еще возможно неведомо и возможно вместо того чтобы сказать что это бред или чушь я предлагаю в дальнейшем это все изучать может быть взвешивать может быть пробовать но не делать вот таких диких по моему мнению поспешных выводов вы знаете то чем я занимаюсь наверно можно назвать чем угодно можно назвать алхимией души психологии можно назвать ментальным программированием нейролингвистическим программированием можно назвать чем угодно я же себя не ставлю ни в какие рамки и считаю что название для той деятельности которая занимаюсь лично я найти наверное не могу как это все устроено и какое слово в это все больше подходит там нюэдж эзотерика нет эзотерика ну нет магия совсем не то и условно можно сказать что это наверное какое-то новое направление которое объяснение не имеет ну и наверное для этого всего нужно находить какое-то отдельное особенное слово это ментальные программы или влияние на жизнь с помощью там дыхательных шепотков я не знаю там каких-то вот таких методов которые не могут иметь объяснения но на самом деле объяснение то есть потому что это действует а вот объяснение с позиции наверно с позиции наверно нашей современной науки пока нет именно поэтому современная наука сталкиваясь с необычным или тем что происходит или то чем что делаю делают такие люди как я или сам я персонально не без возможности объяснить это объясняют это только тем что этого не должно быть это все полная ерунда и так далее именно поэтому такие люди как я обычно являясь пионерами в каком-то новом направлении обычно сталкиваются и с недопониманием и с буллингом и с критикой с чем-то еще